МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Номера нашей студии вы видите сейчас на ваших экранах. Звоните, пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы. И начать нам бы хотелось с самого важного вопроса, который волнует сейчас всех родителей. Что же нас ждет с 1 сентября? И действительно ли все школы переходят на дистанционное обучение? Действительно, этот вопрос всех волнует, вы правильно сказали. И на самом деле с 1 сентября вся республика переходит к дистанционному обучению. В нашей области на сегодняшний день работают 760 школ. Контингент детей у нас 422 тысячи. Из них 642 школы будут работать в дистанционном режиме. 118 школ у нас будут работать в штатном режиме. То есть есть нормы от 5 детей и до 150 детей, которые могут с соблюдением санитарных норм, гигиенических норм, работать в штатном режиме, в две смены, в подсмены, в группе не более 15 человек, с соблюдением социальной дистанции метр-полтора метра. И обязательно в этих школах будут установлены у нас тоннели, которые использовались на пунктах по сдаче ЕНТ. Вот остаются санитайзеры, обязательно будет тепловизор, потому что каждый ребенок должен быть замерен. Будут работать медработники. И если у ребенка вдруг по каким-то причинам будет температура, он должен быть возвращен. И обязательно будет указано родителям сдать анализы. Почему? Потому что важно сейчас сохранить здоровье детей. В школах у нас будут работать дежурные классы. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что они из себя представляют, как в них можно попасть. Ну, вообще рекомендация МОН поступила о том, чтобы организовать дежурные классы. На сегодня мы формируем список. Ну, первоначальную цифру я могу озвучить. На сегодня 1484 класса дежурных, с охватом детей 23 592. Значит, дежурные классы мы организуем для первоклассников. Это по желанию родителей, по заявлению родителей или законных представителей. То есть это опекуны, попечители. Почему? Потому что все-таки за здоровье ребенка в первую очередь несет ответственность родитель. И нам важно, чтобы это было взаимовыгодно и именно по желанию родителей. Но группа будет комплектоваться не более 15 детей. У них будет разное начало учебных занятий, разное начало перемен, для того, чтобы дети лишний раз друг с другом не контактировали. Потом они будут сидеть в одном классе с соблюдением дистанции. Но там даются рекомендации, конечно, чтобы в школах, где в штатном режиме будут работать учителя, не привлекали учителей старше 65 лет, педагогов, у которых есть хронические заболевания, особенно легочной системы или дыхательных путей, люди, которые имеют сахарный диабет либо гибертонию. Почему? Потому что мы также должны думать и о здоровье наших педагогов. То есть у нас дежурный класс попадает только первоклассник? Да, мы решили организовать дежурные кассы только для первоклассников и то на основании заявлений родителей. Каким образом можно подать заявление и когда это будет проводить? Ну, вы знаете, что сейчас все заявления идут у нас через ЕГОВ, и прием в первоклассы, вы знаете, вы через это прошли в этом году. У нас на сегодняшний день прием составил 41 тысяча с небольшим, и большая часть была сформирована именно через ЕГОВ. там все есть, там все видно, и родители заходят, выбирают школу, и таким образом ребенок принимается. Точно так же вы можете обратиться непосредственно, если это небольшой населенный пункт, потому что госуслуга приема в первый класс идет в соответствии со стандартом, там есть и электронный формат через правительство электронное, и есть и бумажный формат. То есть вы можете прийти старым порядком, написать заявление, но, конечно, там, наверное, вы должны созвониться заранее, чтобы вас ждали, чтобы никого лишнего не привели, для того, чтобы обезопасить себя и работника школы. Вот у нас телезрителей волнует вопрос, каким образом родители, вот когда в марте было дистанционное образование, у нас март, апрель, родители многие были на удаленной работе или на карантине. Как сейчас? Смогут ли как-то родители помогать своим второклассникам, третиклассникам? Какие-то предусмотрены, какие-то отпуска или, опять же, удаленная работа? Ну, я не знаю, где работают родители, наверное, отпустить их в отпуск очередной или там какой-то вынужденный решает их работодатель. Но эта рекомендация была именно по линии министерства о том, чтобы очень загружены родители, они могут подать заявление, чтобы мы приняли ребенка в дежурный класс. Ну, естественно, с соблюдением всех норм. И каждый родитель, вы знаете, особенно в первый класс, любит провожать ребенка до класса. Здесь будет только до входа в школу. То есть уже тоже идут некоторые изменения, да? Да. Проблема, с которой мы столкнулись в четвертой четверти, это была нехватка компьютеров, смартфонов, особенно у многодетных семей. Как у нас сейчас обстоят дела? Очень хороший вопрос. На сегодняшний день из 422 тысяч детей у нас 257 тысяч 500 имеют личные компьютеры либо ноутбуки. И у нас есть на сегодняшний день 23 тысячи 700 компьютеров в школе. Также мы приобретаем 75 тысяч 700 компьютеров. Это из республиканского бюджета 55 тысяч 700, и из местного бюджета. Таким области выделил достаточно средств на то, чтобы приобрести 20 тысяч единиц компьютерной техники. Плюс к тому, мы планируем в рамках ГЧП и также еще приобрести дополнительно 20 тысяч единиц. Но и надо сказать, что в первую очередь будут обеспечены компьютерами, которые мы приобретаем из республиканского бюджета, это три группы детей. Из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети с особыми образовательными потребностями. Во вторую очередь мы уже будем решать вопрос с многодетными семьями. А вопрос нехватки компьютеров у педагогов. Всем ли их хватает? На сегодняшний день мы ежедневно проводим ВКС районом. Вот и сейчас я к вам приехала с ВКС. На сегодняшний день у нас проблемы с обеспечением компьютерами педагогов не будет и не стоит. Потому что, когда мы собирали на начало четвертой черти эти предистанционные, у нас была нехватка у педагогов компьютеров. Это было где-то 1680 компьютеров. Этот вопрос мы решили, потому что, я говорю, мы выделяли им по акту приема передачи во время пользования компьютер, который находится в школе. И на сегодняшний день этот вопрос у нас не стоит. Все педагоги у нас будут обеспечены 100% компьютерами. На сегодняшний день потребность нам показали. И эти 498 человек районно решают. Еще одна важная проблема. В четвертой четверти это был все-таки слабый интернет или его отсутствие. Сейчас как обстоят дела? Есть какие-то изменения? Ну, вы знаете, Надежда, по поводу слабого интернета, наверное, все-таки вопрос логичный адресовать Кастелекому и местным исполнительным органам. Что касается интернета в школах, вот мы сейчас отрабатываем Кастелеком, 98 школ, где слабый интернет, всего 4 мегабит, они в соответствии с договором поднимают его до 8 мегабит в секунду. Но бывают же форс-мажорные обстоятельства, что педагог может попроситься прийти в школу и что-то подготовить к уроку. Что касается населенных пунктов, да, действительно есть населенные пункты, ну, там сейчас на местах работают очень хорошо Акимы, с Кастелекомом, нам так докладывает заведующий районок, и они тоже не сидят на месте, они тоже этот вопрос решают. Ну, и не случайно, там, где нет интернета, мы переводим штатный режим, и 730 детей у нас будет обучаться через ОТО-ТВ, потому что там абсолютно невозможно поставить интернет. Тогда сразу о телеуроках, да? Я так понимаю, это коснулось телеуроков, которые вот шли по каналам у нас. Да, в этом году будет транслироваться через канал ИЛЕРНА и новый канал Альфа-Раби на двух языках, так что у детей будет возможность обучаться и по телеурокам. Что касается этого вопроса, то наш учебно-методический центр областной уже занимается подготовкой видеоуроков. На сегодняшний день мы подготовили 53 урока для начальной школы, в четвертой четверти отработали 530. Теперь мы собираемся работать с образовательной платформой, с Белым Ленд, где уже есть уроки по всем темам, по всем предметам, по всем уровням, то есть и начальная, основная и средняя школа. Вот в прошлом году нам, если кто-то помнит, в четвертой четверти иногда бывало, не совпадали уроки, вот телеуроки и те, которые идут по программе. В этом году как-то скоординировалось? Ну, этой работой занимается, координация этой работы занимается непосредственно Министерство образования и науки. Оно, естественно, знает об этих вещах. Естественно, я думаю, что все будет так, как будет удобно нашему ученику. Для помощи в дистанционном обучении у нас были разработаны образовательные платформы различные. Расскажите, пожалуйста, какие действуют платформы, какие-то добавить? Вы знаете, у нас очень много образовательных платформ, но наша область, наши педагоги в основном работают на Беллэнд, потом Даррен Онлайн. И колледжи выбрали платформу Платонус, частные колледжи выбрали Google и Эдюпич, потому что, вы знаете, была проблема такая по итогам четвертой четверти, что наши педагоги, как и все педагоги, наверное, всего мира, всех стран, не были так резко готовы к дистанционному обучению. И очень было много образовательных платформ, куда учитель начал заходить. Поэтому мы сейчас, для нас идеально, это образовательная платформа Беллэнд, где есть несколько окон, когда педагог может работать индивидуально и групповое. Есть целые разработки, есть очень много дополнительных материалов, там же кандалик, то есть можешь сразу оценивать, там же есть обратная связь с ребенком. В прошлом году мы все полноценно уже перешли на Кунделик Киезет, но возникали проблемы, иногда файлы не могли загрузить, то есть сайт был перегружен. В этом году как-то решается? В этом году министерство цифровизации обещает, что таких проблем не будет, и мы тоже на это надеемся. В то же время я хотела бы сказать, что мы собираемся решать этот вопрос несколько самостоятельно, то есть будет устанавливаться сервер, чтобы мы не зависели от платформ, которые сидят в Москве, или где-то в Канаде, или где-то в Америке, чтобы это все у нас было в рамках нашей области, и был доступ, и не было проблем. И чтобы качественно шли уроки, и обратная связь, и есть возможность для ученика, и для педагога. Над этим мы работаем. Какие-то еще ошибки дистанционного обучения, которые в четвертой четверти были у нас? Ну, я вам только что назвала одну из них, это то, что наши учителя, так же, как и другие учителя всей республики, были не совсем готовы. И в этой связи сразу же в четвертой четверти учебный методический центр области начал проводить ежедневные предметные вебинары, семинары, онлайн-конференции, где их обучали именно в работе дистанционного учебного процесса, проведении рефлексий, формативного оценивания, подготовке видеоуроков. И на сегодняшний день мы начали с юли месяца обучать своих педагогов, и на сегодня обучили 41 тысячу педагогов именно по этой компетенции. Этим занялся центр педмастерства Назарбаев интеллектуальной школы, он разработал открытый онлайн-курс для педагогов «Учусь учить дистанционно» на двух языках, в казахском и русском. И этот курс ориентирован на освоение эффективных стратегий организации учебного процесса именно в дистанционном формате. И с успехом наши учителя прошли этот курс, и очень положительные отзывы. У нас в новом учебном году система оценивания остается прежней? Остается прежней, но вот вы помните, в четвертой четверти один Сочи, один Сор. Пока более подробные информации мы дадим ближе уже к учебному году, может быть, с 20 августа. И всем будут отправлены методические рекомендации и инструктивные письма. Насколько нам известно, в дальнейшем планируется постепенный переход к комбинированному и штатному форматам обучения? Вот комбинированный формат обучения. Что-то с ним подразумевает? Ну, комбинированный формат обучения, он предполагает, что санитарно-эпидемиологические условия улучшаются, и, значит, в школе уже могут обучаться начальность зеного. Первые, четвертые классы, предшкольные классы и с пятого по одиннадцатый классы они продолжают обучаться дистанционно. Это называется комбинированный формат обучения. Потом при большем улучшении вот этой ситуации будут переходить уже штатный режим и все последующие классы, то есть предшкольные классы и с пятого по одиннадцатый. Расскажите, пожалуйста, как будет организовано обучение в колледжах, ну, может быть, в вузах тоже, также в дистанционном формате? Вы знаете, два формата у нас по колледжам. У нас на сегодняшний день 59 колледжей, из них 25 частных с охватом 26 700 студентов будут обучаться в штатном режиме, извините, в дистанционном режиме и 12 колледжей в штатном режиме с охватом 920 студентов. Они будут учиться в две смены по 15 человек с соблюдением всех санитарных норм. То есть это социальная дистанция, не более 15 человек не будут кочевать из одного класса в другой или из одного кабинета в другой, только в одном кабинете. Разное, значит, время перемен, обязательно обработка коридоров, всех кабинетов, ручек, перил, все как положено. При наличии, конечно, в каждом колледже будет стоять тоннель, коврик положен, санитайзеры, питьевая вода, одноразовые стаканы и так далее. Когда у нас будет организовано первое родительское собрание? Можно об этом что-то сказать? Вы знаете, первое родительское собрание пойдет уже в августе. Значит, это будут собрания, которые будут направлены на то, чтобы подготовить и психологически ребенка, и родителей в дистанционном обучении, помочь им провести психологическое сопровождение. Мы всю эту работу начнем уже с 20 августа. И, как вы знаете, вот меня многие спрашивают, как же мы начнем эту первую четверть. Первый сентября, как и всегда, традиционно, это будет День знаний. Каким образом будет проведено? Ну, естественно, в онлайн-режиме, школы, где будут работать в штатном режиме, это будет так же, как и мы с вами когда-то учились, лицом к лицу. Уже в августе, насколько известно, до 25 августа учебники будут выданы, да? В этом году как ребята будут учиться? По электронным, по обычным учебникам? Как-то все это смешано? Вы знаете, наши педагогики будут использовать электронный формат. У нас учебники сейчас уже на сегодняшний день 32% доставки. Мы дали сегодня задание районам, чтобы до 25 августа все дети с соблюдением всех этих условий, раздача будет идти, как мы предполагаем и как рекомендует на школьном дворе, на свежем воздухе составление графика, чтобы не было скопления детей, родителей, чтобы соблюсти здоровье. Тут вопрос от телезрителей. Сейчас многие директора с августа отправляют учителей на неполный рабочий день, то есть с потерей заработной платы. Законно ли это? Во-первых, надо сказать, что такие вопросы у нас уже возникали. Мы дали разъяснение, еще раз мы тогда направим письмо в районы и городские отделы образования, что никакого ущемления прав педагога не будет, и заработная плата, как и обычно, как и в прошлом году, после выхода с отпуска, будет в том же объеме выплачиваться. Проблем не должно быть. То есть то, что без заработной платы такого не должно быть. И места, где паники не должно быть. Еще один вопрос, который волнует родителей сегодня, это школьная форма. Пока дома дети сидят, понятно, когда они у нас выйдут, начнут в традиционном формате учиться, все-таки как они пойдут в школу? Надо что-то приобретать, какие-то брюки, рубашки. Ну, вы знаете, ориентировочно, вы же понимаете, что никто не может предсказать условия пандемии, как она будет развиваться. Пока, я так думаю, что до 1 января, наверное, вот в дистанционном режиме мы будем. Но дай бог, чтобы пандемия закончилась завтра. И надо сказать, что дети, которые будут в штатном режиме, у них будет деловой стиль. Если нет возможности купить школьную форму, не надо. Значит, но деловой стиль обязательно. Почему? Потому что все-таки ребенок будет находиться в школе. И я бы еще хотела дополнительно сообщить, что все думают, что акция «Дорога в школу» начинается только в августе. Надо сказать, что акция «Дорога в школу» идет круглогодично. С 1 января. И есть приложение «Атомикин Киезет», где каждый из наших граждан, сочувствующих или желающих помочь, может зайти и оказать персональную, детальную помощь при приобретении школьной формы. Почему? Потому что, что касается вот этого вопроса всеобучия, вы знаете, что все районы занимались закупом компьютерной техники, потому что важно оснастить ребенка именно компьютером или ноутбуком. Есть еще один вопрос от телезрителей. Мы, правда, уже говорили об учебниках, но все-таки, может быть, более подробно. Каким образом интересуют будут выдавать учебники, как будут получать родители? Я могу рассказать алгоритм. И этот алгоритм, он уже пошел у нас в районы, и об этом мы обсуждаем на ВКС. То есть это будет организовано на школьном дворе для одного класса, но с разницей во времени. Допустим, вы приглашаетесь в 9 часов, а следующий ученик приглашается в 9.20. И если вы подошли, допустим, то между вами обязательно будет дистанция не менее полутора, а может быть и два метра на свежем воздухе с ношением масок и в сопровождении только одного родителя, чтобы не было контакта лишнего и чтобы таким образом обезопасить и родителей, и ребенка от болезни. Ну, это примерно как мы сдавали в учебнике. Ну, конечно. Вы вспомните наши советские времена, когда мы весело сдавали и получали учебники также на школьном дворе. Все понятно. К сожалению, пандемия коронавируса сказалась на многих сферах. Не пострадало ли у нас сфера образования в качественном плане? То есть педагоги у нас. Хватает ли квалифицированных специалистов? Ну, на сегодняшний день у нас есть потребность педагогов. Не такая уж большая потребность. Около 500 педагогов. В основном это учителя русского языка и литературы. Начальные классы именно на русском языке. Учителя химии и биологии. Но к нам, когда приходят молодые специалисты, мы всегда рады их встретить. Но вы понимаете, что есть молодые выпускники, которые не очень хотят ехать в отдаленные села. Но на сегодняшний день мы справляемся с тем, что мы даем дополнительную нагрузку педагогу, который соглашается. Либо же мы не отпускаем еще молодого пенсионера, держим год или два. Я думаю, в любом случае мы эту потребность закроем. Мы уже работаем с вузами, чтобы они, выпускников, отправляли к нам. Во время сдачи ЕНТ у нас некоторые ребята не могли вовремя сдать экзамен по состоянию здоровья. Для них были специально организованы специальные потоки? Ты тогда говорила, что будут они созданы. Каким образом? У нас 11 500 выпускников сдавали ЕНТ. Среди них 21 ребенок по состоянию здоровья. То есть это было повышение температуры. Но они все сдали в последующие потоки. И таким образом до 5 июля у них была возможность. Этой возможности они использовали. И на сегодняшний день многие из них сдали на госзаказ, на гранты свои заявления. То есть можно сказать, что все благополучно? Да, мы это мониторили, мы за этим смотрели. Ну и думаю, наверное, последний вопрос, который волнует, наверное, больше школьников, чем родителей, даже график каникул в этом году. Как-то меняется или все остается? Все остается как прежде. 1 сентября начинается учебный год. И то, что касается каникул, мы все это доведем. Если будут какие-то изменения, обязательно мы получим инструктивное письмо с министерства. И у нас будет времени еще впереди, чтобы довести это до каждой школы. Может быть, хотелось бы что-то пожелать или посоветовать нашим родителям в преддверии. Вы знаете, мы всю четвертую четверть проводили в онлайн-режиме работу психологов именно с родителями. Нам было важно, чтобы родители понимали, в какой ситуации они оказались, потому что на них несколько легла какая-то часть нагрузки наших уважаемых педагогов. И надо сказать, мы очень благодарны нашим родителям, которые с пониманием отнеслись, они поняли, насколько ценен и высок труд педагога. И в то же время, мне кажется, они сами стали ближе к педагогам, стали больше понимать своего ребенка. Я бы хотела пожелать нашим уважаемым родителям терпения, понимания своего ребенка и желания работать вместе. Спасибо большое за беседу. Я думаю, она была очень полезной для наших телезрителей. Время нашего эфира подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях была заместитель управления образования Алматинской области Сулеймена Ажану Магдановна. Спасибо вам еще раз. Мы прощаемся. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова